Так, ребятки, во-первых, привет, во-вторых, чародейки, вот они они, вы всегда, постоянно, день не прошел, чтобы кто-нибудь не спросил, выйдут ли чародейки когда-нибудь, если да, то когда, если выйдут, то на ютубе ли, или еще где-то, может быть, мы их увидим на Бусти? Я не знаю, что вы добиваетесь, правда, но мы уже 300 раз сказали, что ничего не меняется, будут выходить на ютубе, так и будут выходить, да, все, мы с вами погружаемся в меридиан, у нас сегодня 15-я серия, будем постепенно вливаться и дальше в том же темпе наращивать чародеек, в смысле, смотреть их, они наращивают чародейки, Пришла мучить пленников Арракум? В каком-то смысле? Твой голос, ты? Не решал! Ну, колдунья, освободируй царь мщене, пока стража ушла! Мщене меня не слишком-то интересовало, и я собрала рыцарей лишь для того, чтобы отвлечь стражниц! Коварная грянь! Мы расскажем, что ты обернулась оракулом! Это уже известно! Взять ее! Нормально там Эллион шататься вообще в этой колбе? Так как... Вот мне интересно, в каком она физическом состоянии пребывает? Она же не как букашка, как таракан, у них у всех хитиновый покров, толщина панциря, им не так больно биться о всякие коробки и склянки. А это живой человек, представляете себе? Он же пропорционально меньше, ткани меньше, и вот об эту склянку все время долбаться. Там Эллион просто в кашу можно замесить. Страшная бабка, страшная. Максимальная, максимальную нету. Туни-рис. И тату, и тату, и тату, и тату, и тату, и тату давно не пели. Да, да я второй куплет вообще что-то не выкупаю, по-фигу. Второй куплет? Ой, в смысле второй, второй. Хотя ты скажешь, Саша, все одно и то же, но и мне первое как-то было морально легче петь, а второй какой-то не знаю. Такой же? Да он такой же, но я чуть не выкупаю, но тяжело. В другом руках, в V-е-е-е-е-е-е-е-е-е. О, прикольно. Подожди, а что там было написано? Подожди, а что там было написано? Я не успела. Поминовение. Многие годы я была Оракулом. И сколько же лет? Не горячей, Джулиан. Оракул была мне подругой. Это она освободила меня из темницы на горе Танос. Не понимаю, почему? Она хотела меня спасти. Хотела, чтобы я увидела суть вещей. А мы хоть раз видели настоящую Оракулу? Нет, видимо нет, потому что она говорит, что уже многие годы не Ириса была Оракулом. Это был долгий, очень тщательный и очень такой план в долгую, короче. Там только пять лет надо было в пекарне проработать. Да, и одновременно Оракулом. И одновременно Оракулом. Блин, Ириса. У нее 300 подработок. Слушай, это была бы классная серия. Знаете, классические гэки с перевоплощением в кино. Да, когда с одного места на другое перебегаешь. Да, да, да. Разрывает до сих пор мой первый фильм, который я видел в этой схеме. Это было что-то миссис Далтфер, что-то сейчас, что-то бесподобное миссис Далтфер. Вы помните, вы смотрели, нет? Короче, там в конце было то, что... Мужчина-женщина? Да не мужчина-женщина. Он ради своих детей переоделся в нянечку, чтобы с ними сидеть. Ну да, мужчина-женщина. Да, да, да. И потом... Вот мне интересно, не Ириса бы вот так туда-сюда, между Оракулами. Думаю, это в отдельную серию можно было вывести. Было бы классно. К ее сожалению. Твоя суть. Мечта каждого мелкого тирана. Фобос был таким же. Победили его, победим и тебя. Ха! Без меня вы бы не разгромили Фобоса. Разве я Луку Джулиан? А может быть, вам нужны доказательства? Помните водопады Мегензиан? Чудно. Вспомните кое-что еще может быть числа. Чё? Я ничего не понимаю. Чё? Это по-настоящему круто! Эксклюзивное право на прямую трансляцию выступления Венса Майкла Джастина в Хезерфилде получила радиостанция школы Шеффилд. Всего через 10 часов ВНД выйдет на сцену. Он против клички ВМД. Корнелия, ты снова опоздала. И эти 5 минут могут обернуться потери пропуска за кулисы. И единственного шанса встретиться с Венсом. Ваше задание. Прочитайте и выучите наизусть. Любая ошибка может привести к катастрофе. Нельзя, чтоб что-то сорвалось. Блин, классно, что здесь каждый раз, я уже потом говорила, но во втором сезоне каждую серию практически разные луки. Актив какой-то девчонок. А, ой, я думал ты... Разные луки. Да, ты прикапывалась в первом сезоне. Да, что прикапывалась. Ну, я этого хотела. И вот я это получила. Замечательно. Сегодня Ирма очень хорошо выглядит. Мне кажется, ей очень идет. Ведь впереди меня ждет встреча с Венсом моей мечты. А, Ирма, а мое задание? О, да, Мартин. Раз ты лучше всех разбираешься в технике... Лейтенант радио гений прибыл к месту... Я не сказала гений. Я только... Постой, раз ты у нас гений, то я... Да, Мартин, ты мой заместитель. Есть, милый полковник. Да, конечно. Я только хотел сказать, слушай, он же вот, ну, какой-то, знаешь, даже милый, он нормальный. Я сижу на мыслях, вот, пытаюсь как-то синхронизироваться с Ирмой, и вот такой, да нормальный он, а потом какую-то чушь просто скажет в конце, такой... Мой парень, Калиб, но если ВМД меня сегодня поцелует... Он же ненавидит кличку ВМД. Ну да, кто вам сказал? Ты сама? Да. Было дело. За работу живо! Слушай, извини. Больше не повторится. Кто хочет лишиться пропусков? Она что, съест наши пропуска? Она комок нервов. Боюсь, что ее влюбленность в Энса просто зашкаливает. Точно, да. О, нет, она идет! Нет, 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 нет! Что прикольно, Урия тоже с ними тусуется до сих пор. Ну, мне кажется, его заставляют. Типа, он где-то накосячит, и ему на исправительные работы. Это слишком ответственно, значит. Но его правда, я постоянно вижу. Он прямо в заднем кадре постоянно тусуется. В прошлый раз его, да, за косяки отправили на радио. Нет, ты изменил частоту! И звук ужасный! Я скоро исправлю! Так, давай расставим все по местам. О, нет! Я мечтала об этой передаче! Я мечтала, чтобы все получилось! И должно получиться идеально! Ради Вэнса! Слушайся меня! Или катись! Это ясно? Ясно! Это Мартин внес свои изменения! Мартин! Продолжаем. Отец, что мы ищем? Оракул заточена у водопадов Мегензиан? Да. Отец! Нифига себе, быстрый одец. По земле, по воде ходит. Хватит! Скажи, что происходит? Оракул. Думаешь, она там? И давно? 18 лет. Калипс, сын Оракула. Да? Да. Смотри, как он заплакал. Иначе почему он плачет? 18 лет. И Калипу 18 лет. Короче, они перетывались с Оракул. Оракул родила Калипа. Старая тетка. А что, если Нириса родила Калипа? Да ну ты чё? Как? Она в темнице была. Оракул ее освободила как раз 18 лет назад. И она тут заточена. Все это время Оракулом была Нириса. Ой. Ой. Она же может перевоплощаться в кого угодно. И, соответственно, рожать кого угодно. Я почему-то представил себе образ этой дряхлой бабки и подумал, нет, нет, что ж тут. Потом я вспоминаю, что отец тоже не молод. Такой, да нет, все равно нет. А потом, оказывается, она может перевоплощаться и такое вполне себе, да. Холощец, ладно. Но мы полюбили друг друга 17 лет назад. И у нас родился ребенок. Погоди. Значит, моя мать не Оракул? Нет, Калип. Числа Нилгут. И Нириса Нилгала. Без нее мы бы не свергли Фобоса. Она и я дали восстание не меньше, чем сам вождь восстания. Нириса твоя мать Калип. Я поняла это, но почему здесь числа? Числа не врут. Это тайна нумерологии. Это все вот эти вот, когда ты родился. Они помогли, Нириса помогла восстанию тем, что родила Калиба. Ну, то есть Калиб же... Рубин, он переспас 400-летней бабкой. Тебе вот это вообще... 18 лет назад Нириса была моложе. Она была... Она сейчас как бабушка Хайлин. 18 лет назад бабушка Хайлин была моложе. Нет. Соответственно, Нириса. Ее заточили, она сидела там в этой темнице. Сколько лет? Очень грустной была она. Ну, сколько лет? Ей сейчас лет 70. А тогда было 52. 50-летняя бабка ребенка сделала. Это нереально. Да это же магия. Ну, мы в ахере не имеющая Калиба. Не, ну это что это за разнос такой? Танос. Танос? О, нет. Короче, тут у нас по очереди девчонки сходят с ума. Да, да, да. В прошлый раз у нас там Корнелию немного шатало, но вроде выровнялась девочка в конце. Да и всех немного всех шатает. Мне больше всего нравилось, как шатала Тарни. Вот я хочу, чтобы она такой расшатанной осталась. О, это был такой красивый бунт. Жалко, что он закончился. Хочу повторение. Ей шли розовые волосы. Обалденный был причесон. Более того, она такой образ себе, очечки, все подходило идеально. Пожалуй, самый лучший разрыв ауорта был от нее. Да. Ни при чем. Не защищай, не умех. Напомню, слушайтесь или катитесь. Не заставляйте меня отнимать у вас пропуска. Мне надоели угрозы. Ах так, что, мисс фан-клуб откажется от шанса встретить кумира? У него паршивые песни. Стойте, так нельзя. Ладно, не очень-то вы нам и нужны. Верно, Мартин? И даже Мартин. Но он не швырнул, он передал ей враги. Да, это вред, это детали. Он просто ест. Такой, ты, конечно, сука, но ты мне все равно нравишься. Но он так даже не думает. Думает, думает. Я не думаю, что Мартин такими категориями размышляет. А чего идет на гору Танос? Танос зачем идет на гору? Танос? Именно Танос? Это не вершина Таноса. Гора Таноса. Бланк устать. Бланк не доедает. Возвращайся к суку. А как ты обратно? Не твое дело. Иногда Бланк герой, но ему это вредит. Концерт скоро начнется. Я знаю, там аншлаг. Лишний билетик не купить, а достать пропуск тем более. Да, можно забыть о встрече с Вэнсом, Майклом, Джастином. Ах, встреча лицом к лицу. Ах, что мы наделали? Ладонь. Ладно. Времени не хватит. Я не справлюсь без подручных. И Вэнс не простит мне. Пожалуйста, не заставляйте меня умолять. Ладно, так и быть. мы согласны на роль послушных рабов кто бы сомневался подать мне наушники жива жива их подождали бы буквально две минуты хочу посмотреть на эту звезду мне прям интересно ни разу никогда не показывали я я помню знакомое имя я напоминаю об актере одно от него но это не он не кофе что ты здесь я знала что ты будешь я послала рыцарей сверху к милану ему подушечку положу мать 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 ходишь мать я не могу смириться да я все правильно она в темнице там сидела и она вообще и сохлась в этой темнице за последние на последние 18 лет получается не сидела в темнице а когда она успела сохнуться-то смотри она сидела а ее посадить нет нам в первых сериях сказали что ее посадили и чё-то она прям начала сохнуть очень активно влага у нее выходила вместе с магией она все превратил вот мне вопрос она настоящая личность иссыхала но она принимала другие облики например облик там пекарша или обжига не допустим до стражницы рано или поздно и чтобы провести с тобой это время мой сын а под глаз синяк не хочешь слушаюсь моя тиранша думаешь я не различаю жалость по нет пупсик я все понял это не жалость а чувство вины я уже представляю их семью то есть там два ребенка это обычная европейская американизированная семья с их американскими проблемами и уже мне такие данные нервы уже на 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 научные на всех этих фильмах эти эти проблемы в семье когда ты идешь к парному психотерапевту пытаешься что-то решить он что-то говорит она его не слышит он ее не слышит черн обязательно темнокожий психолог она сидит вот так вот собирать руки вам нужно отправиться в путешествие и они едут и начинается комедия вины из-за чего ну мы с тобой ссорились да плюс венс я хочу все сделать идеально ведь он идеал для меня но я знаю что ты в меня влюблен и не хочу тебя обижать я не хочу чтобы ты снова почувствовал себя неудачником ирма дерма эпидерма да мне далеко до идола вроде в м д он не любит когда его так называют я знаю но у нас все непросто хрупкая смесь раздражения и неприязни тут нет места для жалости и вины ясно я понимаю мартин живей за работу беги в кабинку для проверки я все жду когда он себя проявит нам заряжают пружину он должен выстрелить приводит что он же неплохой парень да он просто не раскрыт добренький но его пытались раскрыть со стороны когда его обижала несколько но для меня это не показатель наличие какого-то характера я хочу чтобы он прям раскрылся понимаешь вот и это не обязательно должен быть какой-то мужеский поступок он там спас ее от обезьян или что-нибудь в этом духе а просто вот у человека появилось самоуважение характер мне кажется если бы это был комикс там наверное эта линия точно была бы прописана как рост персонажа я пошел цветок страсти у тебя есть вопросы один мама как ты себя выносишь я знаю что делаю вселенную лучше нет серьезно я не шутила когда фобос угнетал меридиан кому-то все же пришлось объединить жителей и спасти этот мир пришлось мне они тебе но я тебя создала чё за вред кто-то должен видеть сучка на меридиане это был ты он лишь как он называет он даже не рожал его на усы сдавал присваивать себе заслуги калибы только потому что тебя с другой стороны триггерит такой прикол тебе тебя родили растешь у тебя появляются без нее у тебя появляются какие-то ценности какие-то идеалы ты за них борешься более того что какой-то результат есть до этого всего не было бы если бы я не родила тебя бульда пошла ты ну это все моя заслуга тебя даже не был ну как бы все за бред я понимаю почему тебя триггерит создала его воде не договорила скрафтила буквально да мы все думаем вот этот мама маточные роды вот это все просто и нами силы снимать не рожал не мать вот именно объединяться под моей властью никаких войн никаких конфликтов ни насилия и страданий если я и требую покорности то лишь ради общего блага ради нового порядка кто это кассиди вернее ее призрак но скоро она даже смерть подчиняется моей воле не ну это жутко ты реально жутко неприятненько его все еще привыкнуть мыслишь это и его мать такой поворот я я как-то такой ну мать да тихо очень тихо просто не звука конец все подключено но если хоть один провод выйдем вот кстати а ведь эту ситуацию могла спокойно разрулить корнелия ты не корнелия я думала корнелия она могла просто квинтэссенции свои ребята только уже провода все в сборе и они все один человек нас отвалился главный 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 не с нами ничего время есть выбегу на сцену и подсоединю кабель пока не началось как откуда звука нет на радио типа там они слышат но на радио не транслируется а там 211 это получается на питает сцену а второй ой как-то странно в них разве но это ладно это мультит просто я я просто странно что там стоит переключать сделаю не только ради меня одной только ты замкнешь круг моих целей кали кали только ты мой дорогой сын скажи что ты сам очень ласково назвала кайли да да не кальпа калида да мне не послышал поехал скажи да он придуряется не знаю она там вообще всех и призраков под одну гребенку ей же надо чё найти трещину в обороне твоей души а как какая не самая большая трещина как собственная мать как бы сильно с ней проблемой тебя не тревожили все равно найдете сказать что тебя сейчас ковырнешь и ты спать не будешь 2 и 2 ночь же за же за поэтому то что она призраков ломает всех там в белых к в белом камне всех этих в кондракаре небожителей это вообще фигня сына это вообще это самое легкое мне кажется это было красиво удар не крутой прям прикольный ударник прикольно и п и и и и и и и Концерт в эфире школьного радио. Ну, Ирма, зажигай, это твой день. Ну, Ирма. Миленькая. Очень круто. Слушай, это я уже думал, сейчас наступит, все перецепится, запутается в этих проводах, все поломает. Это круче. Это правда круче. Классно танцуешь. Как зовут? Меня? Меня зовут... О, точно, да. Меня зовут Ирма... Ирма Лейр. Верно. Какая мне нравится, правда. А что сегодня нет никого, не всех остальных? Это сегодня, видимо, серия Ирмы. Не, они вот стоят там. Ну, просто их не так часто показывают, да. Ирма, они вообще никакому не уделяют. Ты со школьного радио. Поаплодируем крутой леер! Спасибо, но я бы не добилась успеха без... Без тебя, Вэнс. Ах. Спасибо, что помог сбыться моим мечтам. Объяснять надо. Стой. Ты устроила? Ну, видишь ли... Ну, это потрясно. Спецэффекты. Малыш в грязном костюме. Идеально подходит к новой песне «Любовь-фантазия». Хрошка, поклонись еще раз. Ну, может, он и реальный, этот портал, выглядит... Какой песне это подходит? Вот что мне... Какой песне должно подходить, что из крыши падает зеленый гоблин? Мой портал открылся. Для тебя зеленый мальчик... Ну, что это там такое? Или там что-то про любовь? Да, розовый фламинго логичнее, значит, ладно. Я говорил, что это как-то максимально... Хотя, кто это открыл? Это же... Бланк. Бланк открыл. Да, сам открыл, сам вылез. Нормально. Ладно, плевать. Там народ такой максимально ничего... Неподозревающий. Есть же такая блокада, понимаешь, в сознании. Да. Перед тобой происходит чудо. Ты такой, да это невозможно. Ты просто отсек уже вероятность того, что это действительно что-то магическое. Это такой, ну, спецэффект. Но это с самовнушением только можно объяснить, потому что столько палятся они. Нериса, мать Калиба. А я думала, что мне с мамой трудно. Даже не верится, что пришлось уйти с концерта. Слушай, эгоистка, тиранша и задавака. Мой парень в опасности. Не говоря уже об угрозе вселенной. Я лишь сказала, как все не вовремя. Стражницы, едины. Красиво ушли. Угу, по музыку. Я делаю с тобой силой сердца Меридиана. И тогда вся вселенная признает твою власть. И Корнелия не пострадает. Только пусть она и страшницы не лезут в пекло. Не мешают нам. Да, он под кипнозом. Думаю, да. И более того, его мама приодела. Вы заметили? У него появилось какое-то синеватое пальто. Так оно до этого было. У него было такое, но было желтоватое. Немножко другое. Нет, он только что, когда пришел к Бланку, который ел суп, был в этом уже. Я думал, мама его переодела. Типа, вот тебе новый титул. С рынка принесло. Эх, я думал, что мама ему подойдет. Ирма, держи Эмбер, если тебе не трудно. Опомнись, Вилл, слушайтесь или катитесь. Ты к чему это вспомнила? Роклят ее. Нам нужно туда. Хоть раз они прибыли вовремя. Ну да, 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 он же в этой курточке заползал. Мама не подарила. Ирма призван от рождения. Ха! А, ты глуп. Зачем отнимать то, что тебе предложено? Опа. Мамкины фокусы. Блин, вообще не риса, а максимальная имба. Вот это мать тысячелетия. Самая страшная мать, которую я когда-либо видел. И самая могущественная мать. Ты есть еще вариант? Нет. Ну ты меня. Не советую вставать между мной и моим парнем. Мастер Хагглз. Ты не слышал ни одного моего слова. Болтовню, что ты силы космического порядка. В твоих жилах течет моя кровь. Ты принадлежишь мне. А, все-таки рожала бедрами, значит, все-таки мать. Рожала. Нет, это она просто так выражается. Она привыкла, я там создала, создала и тебя, создала ты мой создание. Родила, обычно, обычные роды были. Ну, мне кажется, очень тяжелые. Хотя, вот сколько, правда, ей лет, мне кажется, ей кисарили. Ты схватит. Дело не в крови, а в борьбе добра против зла. Догадайся, за кого я. Тогда я уничтожу тебя. Нет, не уничтожишь. Ты не погубишь наше дитя. Если ты родила такого сына, значит, и в тебе есть добро. Было. Да она же не родила его готового вот такого. Это же все продукты воспитания, влияния, культуры. Его собственных решений. Она не родила готового калиба. Многие думают, что они родят ребенка, и это их изменит. Некоторые реально считают, что это сделает их более ответственными. Или, наоборот, более добрыми. Мне кажется, это не было максимально такое. Может быть, может быть. Но вот именно... Ну, типа, вот смотри. Ты не рожаешь уже готовое, что хорошее или плохое. Давай немного заступимся за него, за его дебильную мысль. Вот ты, допустим, злая, но родила что-то доброе. Как доброе могло родиться из злого? Значит, и в тебе есть добрая, понимаешь? Если я его воспитывала, то да. Нет. А если я его не воспитывала, он там где-то доброго вырос? Так на меридиане добро передается генетически. Вы что, не понимаете? Нет. Ген добра. Нет. Нашли меридианские ученые. Читаю телеграммеридианский. Ген добра. Все. Меридиан 24. Ради прошлого я отпущу вас, но если еще раз попадетесь, пощады, не ждите. Ну, мам, детей просто ставят в угол. Ой. Ой. Как он внезапно. И так внезапно обнялись. Да, да, да. Мне кажется, это не совсем. Это было не по сценарию. Да, да, да. Это максимально было импровизация. Это импровизация актеров. Потому что мужики такие, мускулинные такие, типа, поговорить и потом обнял попусту и все резко. Голенор, рыцарей, вся ко мне. Оставим поле боя. Но мы одолели стражниц. И можем их уничтожить. Ставишь под сомнение мои приказы? Непокорность обходится нам слишком дорого. Елиса прям тянет на самом деле. Она прям злобу срывает сейчас. Да. Сын вывесил ее. Да, да. Сейчас она на коллег по цеху срывается. Понимаешь, вот этот Нигера приходит, вся вот эта, она вздрюченная, семья ее нрачила, она ведет и все. Ну, она прям слишком тянет с этим своим планом, мне кажется. И слушай, учитывая ее предыдущий путь, 18 лет, 10 лет из них проработать кухаркой, мне кажется, для нее это прям, вообще, пару дней. Я возвращаюсь на Меридиан, прости. И я с тобой. Оставим его. О, Калик страдает. Нет, ну это красиво, но как будто немножко... О, это хорошо, это хорошо. О, это хорошо. О, это хорошо. Где ты была? Он поет последнюю песню. Как жаль. О, телефон достает. Спасибо, Хэзерфилл! Ребята, простите, я вела себя ужасно. Вы не заслужили. Чудный концерт, Вэнс. Мне так понравились все песни. Спасибо, Пупс. Спасибо за все, что сделала. Старалась. А вообще-то работала целая группа, знакомься. Кортни, Бесс, Хайлин, Вилл, Тарани, Корнелия, Урия и Мартин. Они помогли устроить шоу. Я президент фан-клуба. Дрог, ты зажег! Я балдею от тебя! Ух ты, я... А значит, вы работали группой? Ага. Та еще работенка. Я запарился микшировать по аудиочастоте. Особенно верхний регистр. Ты в этом сечешь? Мое прозвище капитан радиогений. А я лейтенант радиогений. И значит, что мой недоумок, вот этот постоянно несущий чушь. Он как мой кумир. Он с заряженным потенциалом, ты понимаешь? Это прям вот мой карманный кумир. Кумир, который всегда рядом с тобой. Кумир, который доступен. Доступный кумир. Да еще который любит. У меня что-то... Вообще... Идеально. Тогда поговорим о звуке. Слушаюсь, капитан. Зови меня ВМД. Фильм дублён студии Пифагор по заказу Дисней Корректор Войсис Интернешнл. Как быстренько пролетел. Мне нравится, как они в конце поймали в общую волну на общем интересе. В общем, волну. Очень классная серия. Милая серия. Начиналась она немножко жиденько. Милая какая-либо, он ушел грустный из этой серии. Я забыл про него. Он там идет по снегу весь грустный и шагает туда-сюда вперед. В новой дублёнке. Чё, а как вам, народ? Я говорил про лайки. Вы должны их ставить прям сразу. Потому что... Потому что такое мое эгоистичное желание. Да, и мое тоже. Эгоисты. Короче, классно. Мне всё понравилось. Чё, пишите. Будем с вами почаще стараться смотреть «Чародейчик». Поэтому спасибо, что посидели с нами. Кайф. Так будет намного прикольнее. Продолжение следует...